Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня я покажу вам 5 фактов адской крепости в Майнкрафте Бокет Эдишн. Ну, во-первых, друзья, адская крепость появляется только в аду, и если вы появились в адской крепости, то давайте начинать с первого факта. Первый факт заключается в вещах. Если вы появились в адской крепости, когда до этого, то обязательно встретите сундук, в котором будет довольно дорогой лут. Вот, к примеру, здесь два слитка железа, друзья, золото, зажигалка и седло. Ну, мы давайте будем трогаться дальше, и по дороге вы сможете встретить очень много разных сундуков, в которых будет очень много лута. Это уже второй сундук, и здесь еще несколько слитков, друзья, железо и золото, и есть еще одно седло. Но пока что седло нам не нужно, потому что кататься на свиньях мы не можем. Но, как я сказал, за это время вы можете найти очень много разных вещей. Ну, и второй факт, друзья, заключается в нас в адских наростках. Если вы нашли адские наростки, то обязательно их копайте, потому что в скором времени в своем мире вы сможете изготовить из них зелья, или просто начинать их выращивать. Но, и также третий факт есть в этом, друзья, месте. Он заключается в песке душ. Если возьмете с собой песок душ, то вы сможете, как я сказал до этого, выращивать вот эти адские наростки. Но четвертый факт у нас, друзья, заключается в адских скелетронах, друзья. И они у нас находятся в адских башнях. И выглядят, друзья, они у нас вот так. И преимущество этих скелетонов в том, что они не горят у нас в лаве и в огне. Поэтому они называются изрушителями, друзья. Скелеты-изрушители, да. Ну, и последний, на сегодня пятый факт, заключается, друзья, в инфритах. Наверное, все знают, что инфрит довольно редкий моб, и встречается он только в адской темнице. И его найти вы можете примерно вот так. И здесь будет стоять вот такой спаун, друзья. Я знаю, что вы все знали о этих фактах, но я просто решил маленько обновить свое видео. Ну, как видите, здесь они у нас будут спавниться. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!